Сегодня, друзья, поговорим о такой очень важной теме, которая сейчас многими обсуждается. Это о исследованиях на миографе в простонародье. По правилам он называется EMG. Прибор, который с помощью электродов фиксирует электрическую активность наших мышц от того или иного тренировочного стресса. Проще говоря, мы делаем какое-либо упражнение. К примеру, на бицепс электроды подключаются к бицепсу и считывают электричество, которое вырабатывает мышца. На этом основании мы делаем вывод, насколько сильно подключаются двигательные единицы. Двигательные единицы, моторные единицы, это мышечные волокна, проще говоря. Каждая, вы знаете, двигательная единица содержит пучки мышечных волокон. Естественно, все мы знаем, что сигнал начинается от головного мозга, поступает в спиной, а от спинного мозга уже идут сигналы к мышцам. Так вот, один мотонейрон, скажем так, подпитывает одну моторную единицу, а в единице моторной уже много мышечных пучков мышечных волокон. И вот я хочу спросить Стефана, насколько актуально и что говорит наука, можно ли действительно доверять таким исследованиям. Все, что с этим связано, Стефан изучил и знал немножечко до этого, я просил его, мы подготовились. И сегодня для вас расскажем, как, что, зачем и почему. Физкульт-привет, друзья и ученики. Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверсити. Всем привет. Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова, был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание, заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диез и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия FAKFITNESS. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Здравствуйте всем. Всегда рады быть здесь вместе с Егором и помогать в развитии канала Heavy Metal Gym. Поэтому будем говорить сегодня об этом миографии. Вот вопрос такой-то актуальный, но много людей не понимают совсем. И поэтому начинают кое-что говорить и совсем некорректно, иногда чуть-чуть некорректно. Поэтому смотрим. Есть исследование, которое было сделано. Можем показать даже книгу. Да, я покажу учебник, ты говори, я покажу. Книгу это Тудор Бомпа. Тудор Бомпа, если вы знаете, он из Румынии. И он изучал все это наука от России. Он там начал изучать. Получил информацию. Во время была СССР пока. С Матвеевым знаком. С Матвеевым, да. А после этого он примерно скопировал всю эту информацию. Но он был такой-то хитрый, юменный. Одновременно. И сразу опубликовал английском. Румын. Румын. Но опубликован английском. А Матвеев не знал английский. А Матвеев не знал английский. Ну, чуть-чуть, но нет, чтобы опубликовать. Но мог бы хотя бы автор указать, да, что брал знания у Матвеева. Да, все это периодизация. Все, что ты читаешь об Матвееве, он получил знания от Матвеева. даже однажды я сам спросил матвеев когда у меня был занятий ты знал его до лично и конечно он два года читал мне лекси там магистратуру да я получил самый лучшую оценку на его экзам очень сложно спросил кого были очень 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 сложно и я спросил по туда бомба что он сказал мне он сказал что туда туда бомба плагиатор это сам слово от магиа плагиатор но на самом деле этот миограф это он действительно сделал потому что он потом начал конечно деньги получить работал и с несколько чемпионом выкладываемся он работал в америке у него работа там в румяне потом потом во всем мире так и у него связано с несколько ученых из америки точно поэтому я думаю что это следование они сделали в америке именно и что посмотрели что именно существует упражнение которые люди активируют активируют мышц в таком же группа мышц например в бисепс есть можно сказать 10 вариаций которыми минимум минимум до 10 разные упражнения и мы хотим самоглава не считать упражнение который самый полезно именно если вы хотите активизировать 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 все мышцы в такой-то групп начинаем а то 1 это от грудь грудные мышцы грудные мышцы до грудные мышцы самое лучшее упражнение по миографу 93 процента показывает это друзья не жим лежа и даже не жим гантелей это обратно наклонный жим гантелей не штанги это обратно когда ты диколовой вняла в головой вниз сюда и сиган телем сиган телем из гантелями они со штангой да не со штанга почему не со штанга эти будет посмотреть примерно это это получается во все потому что со штанга и той другой рук и они помогают чтобы было более стабильно создается рама между телом и штангой да но когда с гантелями те шоссе мир есть стабилизатор стабилизатор и поэтому даже не не говорим именно а стабилизатор но рекрутирует больше двигательные единицы в эти мышцы почему чтобы понимали мы говорим друзья сейчас не о низе груди мы говорим о целой большой я мышечный грудь грудной мышцы и средняя и нижняя но я часто я не хочу сказать про это еще скорее всего то что о чем ты говоришь в таком положении отключается передний пучок дельты когда ты жмешь конечно поэтому больше нагрузки на себя берет именно грудная мышца дориан яс еще об этом говорил но он правда жал штангой то есть когда мы жмем горизонтально хочешь не хочешь помогает и и 30 и 30 но здесь 30 все равно остается равно но она все равно будет работать но акцент как любят говорить некоторые наши знакомые сходят больше на больше на грудные мышцы правильно окей для упражнения для верной часть грудной мышцы будет друзья то же самое но делать будем уже просто под наклоном под наклоном голова вверху и сжать тоже друзья не штангу не тренажер а именно гантели то что говорил стефан раньше именно потому что каждая рука будет работать отдельно корпус будет подключаться больше мышцы стабилизаторы синергисты все и все мышцы в принципе работают другие как стабилизаторы гормональный отклик от этого естественно все равно больше правильно не по гормону говорим в конце уже сначала сначала начинай момент дать и потом желтой медиальный для среднего середины до для среднего пучка это у нас какое покажи корня здесь вы инклайн дам был сайт лидерал до жим другими словами гантели получается тоже я в книге не нашел этого упражнения но судя по названию это жим гантелей на слегка наклоненной скамье то есть когда вы спиной упираетесь в спинку лавка почти горизонтально но чуть-чуть отведена назад да и есть и есть разный вариант если гантелем так чуть-чуть и даже ведь чуть-чуть и можно и той другой но в принципе сигантелем это отведение отведение жил отведение извини отведения и сядень да почему так происходит потому что в таком положении именно подключается к работе средний пучок дельты это чисто изолирование упражнений поэтому можно это это сделать для обратно обратно а для заднего пучка подходят друзья лучше всего по миографу именно упражнения когда вы стоя в наклоне от разводите руки в стороны но здесь хочу подчеркнуть что все таки с точки зрения безопасности поясничного отдела позвоночника потому что нагрузка на нижний отдел позвоночника возрастает очень сильно когда вы наклоняетесь с весом в руках поэтому лучше делать когда вы ложитесь просто на наклонную скамью можно можно изоляция будет на скамье и сделан изолирование вот здесь честно скажу стефан я чуть-чуть вижу не не согласованность потому что мне кажется что на скамье будет больше изоляция и отклик именно миограф должен был бы показать более высокий понял может быть просто это это же несколько лет назад делали это упражнение может быть они не тестировали на скамейку поэтому они а не обучение упражнения просто не скамейку это хороший хороший момент который ты сказал это главное да наверно не это не тестировали потому что не сказали что касается бицепса друзья здесь вы будете тоже удивлены но старая школа знает и арнольд и лари скотт кстати именно так была названа скамья так вот упражнение когда вы будете делать сгибания на скамье скота или на пюпитре как это еще называется будет задействовать как можно больше двигательных единиц 90 процентов но стоим на друзья еще с прямой штангой с олимпийским рейхом не изгиба обратите на это олимпийский олимпийский конечно может быть более короче но смысл в том что было понимаемой все делящие а следующее упражнение кстати на бицепс которая будет на 2 процента всего отличаться это когда вы на обратно наклоненной скамье наклоняетесь и делаете это тоже очень хорош но аккуратно потому что идет очень сильно давление на на кроме он на длинную головку бицепса да да согласен и на ноги равну боли если у вас есть боли в плечевом суставе друзья часто это не ротаторная манжета даже а это говорит о том что вы неправильно тренируетесь и длинная головка бицепса перетирается ты не нравится скотт это очень удобно очень красиво но тоже смотрите если вы будете делать к примеру об этом мало кто знает одной рукой то делайте тоже вот в таком положении стоит вам вот так вот вывести плечо вперед и опять возникает травмирующий эффект на длинную головку бицепса для трисепс самый лучший это диклайн тоже головой вниз и наш любимый французский жим я вот недавно видео вам показывал это во-первых снимает нагрузку из локтевого сустава и естественно более изолировано воздействует на трицепс заметьте на все три пучка и тоже с игры олимпийский олимпийским грифом и изи бар не этот изогнутым не низу надо будет прямая и для спина это когда тяга тяга штанги в наклоне но это мы все знаем от дори она ядца это лучшее упражнение следующее кстати которая будет это тяга одной рукой гантели тоже и тяга т-грифа до третье упражнение дилера туски морис для квадрицепс для квадрицепса лучшее упражнение это это приседание но приседание на смит машине знает смит машин но смит машине который есть маленькая штука который ты можешь как машина называется а как машина машина это как машина друзья но опять-таки это с точки зрения изоцелён изоляционного упражнений чтобы изолировал именно этот пучок один пучок именно этот самый больший самый большой и это получается примерно 88 процентов на 2 будет а просто гибания сгибать до разгибания разгибания но это если мы говорим друзья о изоляции это не значит что приседания хуже да мы будем а это чуть-чуть для бицепс бедра для бицепс бедра это стой у тебя есть машина такая это стоя друзья сгибания одной ноги одной ноги у кого есть возможность делать его знаете что это одно из лучших и самое тяжелое упражнение но они не делали друзья в этом исследовании русские наклоны поверьте мне русские наклоны гораздо будут больше знаешь это придумали кстати американские пауэрлифтеры почему-то это когда ты становишься на колени у тебя стопы закреплены это очень я читал я читал исследований это примерно вышла год назад очень хорош это одиночество потому что это уже лет 10 лет лет 10 до это упражнение вообще супер тебя тоже там есть до нас я специально купил и до слова супы а ну аккуратно потому что если человек не опыт может получить травму это очень сильно нужно очень хорошо разминаться но мы сейчас об этом не говорим и говорим именно воздействие упражнения на ваши мышцы и и деля деля икроножные икроножные да это это сгиб подъемы на она она одной ногой но известно тренажер в конце зала у меня несколько таких тренажеров но друзья от себя добавлю если ты позволишь так я все-таки не рекомендую вам делать это одной ногой потому что вы будете во первых вес будет давить очень сильно на позвоночник представляете вы будете смещать нагрузку и если работаете с большими весами и страна да да подожди понял что девочек что все егор что сказал это правильно но надо узнать что именно икроножные они больший процент а также один окислительный мощный волокон тогда вес не надо был очень большой а больше на повторение тогда воздействие на больше количество повторений и тогда проблема не будет очень сильно тем более ли поставить belt ну честно говоря я рекомендую использовать пояс бодибилдером потому что представь когда ты работаешь на большое количество повторений создается здесь излишнее давление и так и и явление но одно это фитнес одно это спорт и для фитнес конечно мы это не хотим это назвать манабрама еще и еще и расслабляются мышцы кора не за нужно но если просто именно для это про не чтобы идти а мы не говорим да 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 только одну упражнение конечно целые цели его сели занятия не будет другими словами ты рекомендуешь друзьям вот все имеют проблемы да с маленькой голенью да то есть нужно делать больше находиться под нагрузкой нет не думать о большом весе а именно больше той другой мой другой да да можно с большими весами конечно оснано надо все время знать что большее количество окислительный мощный волокон это означает что время под нагрузку должен будет побольше у всех это чисто от природы пушиндар пройдет водим водим но а тогда следующий вопрос мы маленький такой быстро людей заинтересует можно ли голень икроножный тренировать чаще чем другие мышцы можно конечно может мышцы которые больше состоят из окислительных мышечных волокон можно тренировать чаще так почему потому что они восстанавливаются быстрее у не очень много митохондрий я не энергию восстанавливаясь очень сильно очень быстро поэтому можно тогда такой вопрос сразу еще вытекает и мне интересно мы знаем что силуянов говорил о 10 14 днях на строительство новых на фибрил то есть из этого можно сделать вывод что окислительные мышечные волокна строят миофибрил и быстрее чем гликолитические не но просто сложно чтобы сделать именно так интенсивно для окислителя чтобы все микротравмы сделать чтобы длиться целые 10 дней мы гликолистическ легче чтобы все это не можем создать такой стресс на тренировке чтобы также убить окислительные мышечные волокна как в принципе можно но затем будет не очень не очень легко и не так просто будет объем очень большой это это не смысл поэтому два раза краной в неделю на прав я потому что чувствую что от работы на окислительных у меня жжение боль в мышцах больше но и восстановление приходит быстрее быстрее очень быстро в принципе это закончили ребята чтобы еще раз на книга тудор бомба там есть сервис тренинг все что мы говорим это есть публикации есть и статьи самый главный теперь я звонил и введение борисов миккинчиком это бывший ученик силуенов он профессор очень известный в россии я консультацию сделал с ним чтобы ответить именно чтобы сделать это видео мы готовились два месяца и что он сделал он сказал давай я звоню специалисты и он звонил специалисты салитами в россии если вы знаете называется профессор андрей крючков еще раз андрей крючков андрей крючков профессор андрей крючков работа с и биатлонист который очень чемпион много чемпион в россии высший уровень это антон шипулин ну мы все знаем конечно знаю вот это тренер я не знаю поэтому шипулина знаем тренера не знаю трениров надо знать друзья и что сказал и даже если его потому что у нас пикер разговариваю с ним я слышу он сказал что когда я сделала изолирование упражнений это уже есть это знание когда сделал например изометрическое только один угол изометрический другой угол сила сила увеличится именно в такие-то уголь который ты тренируешься и есть примерно перенос тренс переносится переносится примерно если ты работаешь допустим 90 градусов примерно 5 градусов вверх и 5 градусов вниз это получается примерно 10 градусов от угол который тренировался это же есть в литературе давно это означает если вы тренируете за метрическое например 3 у угол это же полезно для все о range of motion то есть вся мышца все равно будет работать да и за ты работаешь например это угол за триск этот угол и в этот угол перенос идет на все вот вот почему очень важный вопрос давай затронем здесь у нас есть общие знакомые не будем называть фамилии имена чтобы не говорили что мы хотим кого-то там обидеть так вот спорят со мной утверждают как раз таки вот хорошо что ты это сказал что если работать к примеру в определенном участке амплитуды к примеру возьмем наш любимый бицепс если я буду работать в нижнем участке амплитуды только то будет работать задействовано преимущественно низ и расти будет якобы только преимущественно это угод понимаешь а если здесь то значит среди если здесь то верно насколько это не смешно не но в принципе это возможно это возможно в принципе но за речески теоретически но это сложно сделать по почему потому что надо знать что генетика очень важно генетика очень важно это означает а я спросил них я не сказать если человек например именно для бисепс если человек имеет генетически длинный бисепс длинный мы сможем чтобы и у него было такой потому что мы будем тренировать именно допустим в среднем часть да и целый мышец будет гипертрофироваться увеличить в объем и тогда получается ключевое слово целиком не отдельным участком а если у человек уже короткий короткий длинное сухожилие дородки и коротким и жить тогда это не будет это не будет поэтому самый главный здесь это генетика принц мы могли не работать и это это как как я сказал для изометрических изометрических работа именно такие-то уголь они будут сильным чем другие чтобы не было разночтений вот смотри получается что как бы ты не тренировал мышца будет расти только так как прописано в днк как заложено генетическом коде правильно все время завязано день когда мы можем отправлять чуть-чуть но мы не можем вот ты говоришь что здесь мы работаем и нагрузка идет и работа идет все равно на всю мышцу целиком но мы как бы работаем в ограниченном участке амплитуды но по словам этих ребят и говорят приводят исследования что вырастет понимаешь именно только этот участок другими словами мы можем изменить форму мышц не это не сейчас сейчас подойди это как я сказал в принципе это возможно можно это сделать изменить именно несколько част от мощи но это это тоже не хорошо потому что если мы так делом мы могли напустим сделать чтобы этот уголь было очень сильным а другой уголь не так сильный и тогда травму можно получиться поэтому разговор не об этом разговор только о бодибилдинге мы сейчас я бодиберинги можно ли простому человеку тренирующимся да даже ладно чтоб было человеку который выступает на арнольд классик на олимпе использующему стероиды то есть который максимально заражен заложен на рост почему тогда они не могут к примеру увеличить именно вот только низ бицепса потому что я сделать только пик бицепса генетика это в первом месте на первом плане идет генетика после генеть кому чуть-чуть можно управлять это это они просто я это наука и и этот профессор там андрей крючков который сказал евгений борисович я звоню сказал но ребята что мы могли делать с этим проще взять все упражнения которые больше воздействует как мы как мы просто видели потом больше конкретно могли издать несколько видео по кусочкам и упражнения для больше воздействует но это не означает что мы должны работа только на изолировать упражнение потому что если мы сделаем только изоляции мало количество мыши во всем тело и это для гормональный фон это очень плохо потому что воздействия не будет если человек культурист который на на стероиду выше нурам и там да он может но если по натурально нельзя поэтому надо сделать наши упражнения для приседания для чем лёжа или а дед лифт становится новый тагу в принципе каждое занятие должны большие большие группу мышец несколько это суставы работа 2 месяца а потом в конце занятия можно изолировать много суставов базовая начиная в начале чтобы уже гормон вышли это и уже на той залив и если так сделаем допустим три дня в неделю на базовый на блаш и грубую чтобы много гормонов но не каждый день остальные дни ты можешь работа на другие пучки или мышец который ты очень больше воздействия потому что надо при тренировка не будет один день очень сильно много гормонов деляй а другой день ты работаешь больше на на изоляцию и и так делал очень людям ты же знаешь им сложно ходить даже понедельник всегда пятница они не будут ходить каждый из на ней тогда нужно к примеру сделать одно базовое упражнение выбросить количество гормонов а потом делать изоляцию друзья поэтому это все естественно работает и полезно но если вы мыслите логически а вам советуют исключительно делать изоляцию это бесполезно вот почему я часто говорю что знание и понимание это совершенно и по практике и практика не просто у нас есть и знание теоретически и практический поэтому нельзя надо надо много суставные упражнения в начале чтобы все гормоны в суду вас здесь чтобы калорий заранее все уже и уже изоляции заканчивая заняться залять следующий тогда вопрос который здесь тоже не еще чуть-чуть в эту тему очень актуальный вопрос к примеру будем говорить опять таки а бицепс и все любят бицепс мы знаем что две головки у бицепса и людей это пугают люди воспринимают это как две разные мышцы не пугает они уверены что к примеру используя одно упражнение я могу воздействовать исключительно на внешний пучок а другое упражнение на внутренний исключительно скажи правда ли то что чтобы ты не делал работа всегда идет целой мышцы значит работают оба пучка до исключительный какой-то акцент изоляция может быть но она несущественно чтобы говорить о том что можно увеличить только к примеру внешний пучок бицепса не ты можешь упражнение увеличить только внешний пучок бицепса и она и сделать у воздействия ты можешь воздействовать больше на другие пучки и на 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 те но чисто изолировать нельзя потому что работают они они помогают это действие то есть все равно будет развиваться вся мышца целиком вся мышица но это тоже не означает что мы должны это же сам упражнение это это во все и это тоже не другое исследование от степень кондиционер сказал что именно я уже для для культурист лучше сделать варьирование тогда получается больше целиком поэтому мы сделаем 3-4 упражнения для каждой группы мыши последних два вопроса многие люди задают вопрос задавали вопрос силуянову сейчас задают вопросы ученикам силуянова почему мы должны слушать и верить вам если вы не подготовили к примеру ни одного культуриста бодибилдера ты видел к примеру они говорят что вот именно то что вы предлагаете работать на гликолитические увеличивают именно мышечную массу что увеличивается именно масса окислительных мышечных варлоком понимаешь что я имею вроде как бы но работали вы там с футболистами с волейболистами бегунами вот самый главный мы работа на высший уровень когда ты работаешь на высший уровень есть допинг control когда есть допинг control означает если ты умеешь как работать как управлять центральной нервной системы гормональная система и все подробного от периодизация получится результат это у нас много очень много результат таких а когда идет просто по фармакологии можно любой тренер но но это не означает что это хорошо потому что не мог может быть выиграл сейчас но что происходит в 4 10 лет 20 лет никто не знает именно вазит и умирает и чтобы делать наша задача сказать конкретно что наука доказывает и как ключ управлять хочешь следить наш наш программу следи и следи и будет результат получит конечно хочет что-то еще добавить от форматологических это бизнес бизнес это как сам решить но зачем что происходит через двадцать тридцать лет мы не знаем еще заключительный вопрос наверное мы говорили ты говорил что будет создан список учеников силуянова кому действительно можно доверять когда это будет и кто будет автором этого вот я я разговариваю со виталий рыбакова и он так и начинает и все это сделала и он наверно будет смотри наш стрим и и скоро это да и сделаны у нас тоже будет стрим от лаборатории потому что много людей теперь начинает я ученик силы но на самом деле это не мне так просто и он все этот организует или скоро делаем степо можно еще тебя загружу одним вопросом мы с тобой за кадром обсуждали это меня тоже это очень волнует потому что в наших кругах мы это обсуждаем дельта ты знаешь что декта отличается от других мышц тем что имеет скажем три пучка но эти три пучка можно рассматривать как отдельную мышцу да потому как чему потому что волокна направлены таким образом что когда вы делаете какое-то движение в работу подключается работают все мышцы но основную нагрузку несет только один пучок а два других пучка несут именно функцию стабилизатора да мы не отрицаем того что работает вся мышца целиком но нужно понимать друзья что даже если где-то идет подключение других пучков для гипертрофии этого мало и говорить об этом бессмысленно потому что вам все равно необходимо для каждого пучка отдельное упражнение правильно работа на друзья надеюсь мы постарались максимально подробно раскрыть вам данную тему если у вас есть какие-то вопросы пишите стефан обязательно на них ответит я их задам потому что я такой же тупой как и вы и обращаюсь к грамотным специалистам за что им спасибо друзья все это бесплатно поэтому ставьте пожалуйста лайк посмотри мой инстаграм заходите к стефану на инстаграм и вопросы и ставьте лайки комментируйте это очень важно потому что человек с такими знаниями таких в мире единицы абсолютно бесплатно делится с вами информацией не будьте и вы скупы мы с вас денег не просим просто поставьте лайк поделитесь видео с друзьями и увидимся как всегда следующий раз всем пока партнер сегодняшнего выпуска animal northrop лучшая гармошка друзья которую вы можете себе позволить по промокоду который вы видите сейчас на экране вы получите скидку на сайте animal northrop